Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Так что вчера опять выходит не перебрал я тут. Жалко, что сегодня это уже шестое. Как это бывает, сам даже не знаю. Номер 812. Событие дня. Псалом 33, 19. Близок Господь сокрушенным сердцем и смиренным духом спасет. Это за 5 марта 18 года. Притча 22 глава, 10 стих. Прогони кощунника и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. Так я христианин. Поняли так, что распусти руки, ничего не надо. Ну, кощунник. А что делать? Ничего не надо, только выгнать его, как у нас сейчас в Потеряевке. Только молимся об этом, чтобы был изгнал эту мерзость. Он все время пакостит. Они не понимают. Сейчас гляжу. Новый ролик там какой-то выставляют, который раньше был. И там внизу комментарии дают. Разные-разные люди дают. Это с разных сторон, даже странно. А вы еще разве не видите, какие у него глаза? Он же бешеный. Его же к врачам надо вести-то. Он сумасшедший. Это по глазам люди видят, что совершенно ненормальный человек. Нет? И он сейчас собирает и собирает там славик. И где-то как? Это одержимость бесовская. И его ничего нельзя не исправить. И как? Только прогони его, Господи, и все. Ну, не дай ему погибнуть. Иисус Новин, 11 глава, 20 стих. Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое, и войною встречали Израиля, для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. Господь как бы спровоцировал их, чтобы они были врагами Израиля, а теперь Израиль их уничтожает. Вот здесь точно так же он. Он спровоцировал вот это гонение на себя, и ничего нельзя сделать. И теперь уже молимся о том, чтобы Бог истребил всю эту мерзость оттуда. А человек это пощадил, обратил. И вот вчера выставили ролик, он так называется, вот вверху. Отец Кирилл об Игнате Тихоновиче, об евреях и мусульманах. Вот. Вот зарядите, если просто по-русски зарядите, в гугле, отец Кирилл об Игнате Тихоновиче, отец Кирилл Сахаров на Берсеневке, рядом с храмом Христа Спасителя. Большой, почти полтора часа, люди как, и там мне вопросы задают. Сначала он говорит, Виктор задает вопросы, а когда вы познакомились с Игнатием, вот как было, и во дворе сидим, во дворе обед идет, люди идут, Витя там даже пел. Посмотрите, очень интересно, я много нашел для себя, ну, я там участник, главная фигура как бы была, обо мне говорят, выступают там сестры, которые знают, да, тамошние все, московские. Ну, отец Кирилл Игумен, московский патриархат. Ну, а потом просят сказать и так дальше. Вот здесь. — Рахиль Загедулина. Игнатий Тихонович. Ривка нашла о Василии Великом, что не должно быть земных поклонов. Почему? Златоуст придумал же литургию, а о Василии Велике был позже Иоанна Златоуста. Интересно, как придумал. Вот так оно звучит. Может быть, я действительно придумал, но как-то не так. Вот говорят, считаем том, сочинение златоустого. Нет, не сочинение, написано творение. Сочинение – это кремлевский мечтатель, там сидел яйцо куриное, и он выдумал все, и что, как будет хорошо при коммунизме, 10% останется, а 90% мы уничтожим, он мечтал. Ну, не понимают люди, что творение и сочинение. Он сочинял, сидел. И вот здесь придумал литургию. Интересно так. Василий Великий говорит, что не надо поклону. Где это Василия Великого? Не встречал такого. Как нет, когда на поклонах все держится? О чем он говорил? Не делать? В какое время? Я тут не дописанное, проясняю. Игнатий Лапкин. Земные поклоны не делают, начиная с вечера пятницы и до вечера воскресного дня. А уже вечером воскресенья поклоны земные. Златоус отошел в вечность в 407 году. Жил 60 лет. А Василий Великий в 379. Жил 49 лет. Значит, Василий-то раньше жил. Литургия по Василию Великому там есть. Литургии-то несколько, много. Григория двое слово. Литургия Якова, апостола. Ну, это 49 лет всего и жил. Василий Великий. Как мы знаем, чему кланяемся. Поклоны. Я показал там. Дальше. Рахиль. Ну вот. Златоус позже литургию составил. Разве без поклонов? Самому Христу. У нас в храме делают поклоны земные. Мне нравится. Я ваши все ролики видел, отец. Спаси Христос. Моя дочь, которая со мною крещение приняла, она когда увидела, что в храме делают земные поклоны, то восхитилась этим. Говоря. А я думал, только мусульмане кланяются земным поклоном. Ну, что сказать на это. Я отвечаю. Игнатий Лапкин. Больше, чем православные, настоящие, нигде столько поклонов не делают. Как протопоп Авакум. По тысяче и более того делали ежедневно земных поклонов. Роман Фроликов. Благовествовать надо им. И всем. Даже мне тоже надо. Чтобы кто-то напоминал о радостной вести, потому что людям свойственно забывать. Это знают даже безбожники. Поэтому христианинам возможно остаться только в общине, которая будет напоминать о радостной новости всем, в том числе и мне, и обличать меня и всех. Наталья Усатая. Благословит Господь всеми Аврааму. Если бы не этот народ, то я бы и не знал Евангелие. Они сохранили священное писание. О них плакать надо, чтобы Господь и их посетил. Вот это, что там у отца Кирилла мне, и там одна приехала с мужем, военный муж из Сербии. И вопрос стала задавать, отвела меня в сторонку, и там для своей радиостанции, или чего-то, мое мнение интересует их. О евреях, о том, что они творили вот здесь. Я все отвечаю подробно. Ну, можно посмотреть будет. Евгений Трапко. «Сей грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возродают перед ним все племена земные. Ей аминь». Откровение, 1 глава, 7 стих. Игнатий Лапкин. Правильно сотворить земной поклон просто и полезно. В этом поклоне работают все до единого сочленения в человеческом теле, как вывел американец, ставший православным. Итак, полагаем пальцы правой руки, сложенные в двуперстие или трехперстно. Полагаем плотно, на середину лба, потом на живот, где пуп. Поднимаем руку точно на правое плечо и затем точно на левое, где рука соединена с телом. Не подмышки, как делают многие руководители бедной страны и ненаученные люди в церкви. И только после правильного совершения крестного знамени и никак не раньше, не одновременно с совершением крестного знамени делается поклон. Если поясной поклон, то нужно поклониться так, чтобы рука могла достать пол. Руку при этом не нужно опускать, а лучше при поклоне прижать к животу. Если же совершаете земной поклон, то нужно так поклониться, чтобы руки обе, сложенные вместе, рядом, пальцы разогнуты и вытянуты вперед и к ним дотронуться лбом, по чтению к десяти заповедям. Колени обе вместе касаются одновременно или чуть раньше земли. На молитве «Господи, сегодня сын Матфей рано закончил молитву». Так Ева, дочь моя, сделала ему замечание, мол, еще за Игнатия Тихоновича лапкина не успела помолиться. Вот такие у нас вечера. Скидываю вам ссылку на новое ваше видео. Почти ничего не монтировал. Такой серьезный материал должен вновь обновляться и снова его должны люди пересматривать. Слава Христу! Я пишу. А там мне пишут уже. Добрый плотник. Добрый день, дорогой Игнатий Тихонович. Благодарим Бога за вас ежедневно и молимся о вашем здравии. Дух Святой, пусть вас наполнит силой Божией. Благодарю вас за участие и наставление. Дело в том, что я вам отправил видео под номером седьмым «Нарушение канонов церкви». Но ответа от вас или замечаний не получил. Поэтому терпеливо жду вашего ответа на это видео. Молюсь, чтобы Господь указал на какую-то неправильность моих действий в отношении ваших видео. Я всего лишь простой человек и могу ошибаться. Но незримо я с вами, также переживая о том, что происходит с вами по воле Божией. Как Господь может работать через своего помазанника «Слава Христу». Игнатий Лапкин Вы пишите мне, дело в том, что я вам отправил видео под номер семь «Нарушение канонов церкви». Но ответа от вас или замечаний не получил. Поэтому терпеливо жду вашего ответа на это видео. Зарядил в поисковик по нашему видеоканалу, а там и нет такого видеоролика. «Снова нашел это ваше письмо о 22 февраля сего года. И письмо ваше также нигде не отобразилось в архиве переписки. Начал скачивать. И только с восьмой попытки скачалось». А вот если бы сегодня не спросили, то так и сгинуло бы все. Днем просмотрю, а сейчас другими ресурсами занимаюсь. До утра с часу ночи. Наталья Вичкутова «Очень точное определение роли так же и в моей жизни дорогого для меня человека Игнатия Тихоновича. Ни один православный проповедник не убедил меня, что православие это церковь, которую создал Христос. Но дар Игнатия Тихоновича и его талант молитва открыли мне моей семье моим некоторым друзьям дверь в церковь». Игорь Т. Вопрос. Зачем нужны новые толкования пророчеств в последней книге Библии? Это от священник один пишет. Апокалипсиса. Когда все уже растолковано духоносными святыми отцами прежних веков. Ответ. Сегодняшнее выяснение смысла этих пророчеств необходимо по двум причинам. Первое. Величайшей опасностью потери вечной жизни для обманутых христиан, не видящих ловушек дьявола, о которых предупреждает апокалипсис и сегодня уже попадающих в них. Второе. Для толкователей прошлых веков остался сокрытым смысл таинственных образов тринадцатой главы апокалипсиса начертания иконы зверя лжепророка. Но пытаясь рассмотреть последние времена мира как через тусклое стекло, они призвали нас современников описанных в откровении событий распознать их. тщательное испытание числа печати, а также всего остального о чем написанного о нем написанного откроет здравомыслящим и бодрствующим время искушения святитель Андрей Кисарийский около седьмого века. Толкование на апокалипсис глава тридцать восьмая это время настало. Роман Фроликов благовествовать надо им и всем. Даже мне тоже надо, чтобы кто-то напоминал о радостной вести потому, что людям свойственно забывать. Это знают даже безбожники. Поэтому христианинам возможно остаться только в общине, которая будет напоминать о радостной новости всем, в том числе и мне, и обличать меня и всех. Усатая Наталья Благословит Господь семья Аврамова, если бы не этот народ, то я бы и не знал Евангелия. Они сохранили священное Писание. О них плакать надо, чтобы Господь их посетил. Это они уже смотрят мои ролики, где мы с Игуминым там. Я про это отмечаю как раз. Ну, это повторение. Да. Повторение идет дальше. Виталий Калиников с 15 тысячным Игнать Тихонович. Аллилуйя. А ты знаешь, о чем он говорит? А? А что это такое? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Такие довольно необычные. Вот так. Так хорошо. Наталья Усатая. Слава Господу нашему. Велик Господь и милость Его к нам грешным. Виталий Калиников. Друзья, создал рабочую группу для сбора материалов. Музыка, фото и так далее. Для роликов с использованием стихотворений Игнать Тихоновича. У кого есть желание поучаствовать, добро пожаловать. Дмитрий Смирнов. Игнатий Тихонович, мир вам. Можно вас попросить отправить мне почтой штук 5 книг Евангелия Красная, которые вы раздаете. Я заплачу. Деньги на карту переведу. Сколько скажете? Игнатий Лапкин. Только за пересылку меньше чем 20 экземпляров не посылаем. Нужны точный адрес и прочее. Что тут ниже сказано? Порядок один. По адресу и счету переводит сумму за пересылку. Посылает фото квитка и мы высылаем ему книги. Ваш точный адрес с индексом и телефоном. Дальше я говорю это структура какая, это книжка, а это пластиковая карта. Владимир Галендухин. Мир вам Игнатий Тихонович. Хочу уточнить из ваших слов. А дальше мои слова он берет. Вчера я просылал. Дело еще и в том, что тебя потеряли зрители и спрашивают где же ты есть. Я молчу. Речь обо мне идет. А то он говорит к себе. А то я о поклонах говорил, а тут как раз подцепилось, рядом было. Я даже не видел. Ты многим-многим разослал. А из многих-то три человека только откликнули. А с остальными все в себе приняли как будто к ним относятся. Да, конечно. Давненько я на связь с вами не выходил. Работаю с утра до вечера. Каждый день со своей паствой. Господь милостив. С Божьей помощью и благодаря вашему примеру мы перешли на новый уровень. Слава Христу. Я правильно понял, что вы хотели бы поговорить по скайпу? Игнатий Лапкин. Нет, эта система подвела меня и моя невнимательность. Не к вам эта приписка, дорогой брат. Простите. Сердар Аташов. Игнать Тихонович, премного благодарен. Вы знаете, без вопросов как-то неловко. А когда они возникали, то при просмотрах роликов вы на них мне и отвечали. Я, конечно, ставлю лайки, чтобы как-то участвовать. Игнать Тихонович, я работаю посменно. Раньше 4 дня работали, 2 отдыхали. Сейчас работаем 2 дня работаем, 2 отдыхаем. Так как работаем в таком режиме, то чтобы что-то заработать, стараюсь в 6.30 в 7 часов утра быть на работе до 8 или полдевятого. Ну, а выходные свои с утра веду младшего в садик, в среднюю школу. Средняя, слава богу, со школы сейчас приходит сама, а младшего забираем. Старшая учится в колледже. Слава богу, с женой работаем. Мама на пенсии. Пенсия 7 с небольшим, помогает нам. Бабушке берет лекарства. Живем в двухкомнатной квартире, где вторая комната числится за мамой, где она и прописана. Два счета ЖКХ. Счета, конечно, оплачиваю я. Счета. Квартиру получили по программе ветхое аварийное жилье. Где живем, не радуемся уже пятый год. Не нарадуемся. господи, это другой смысл. Где живем, не нарадуемся уже пятый год. Слава богу. Жили в общежитии от порохового завода, где мать и супруга работали уборщицами. Дворниками в отдел кадров. Общий коридор, кухня, туалет и ванна. Комнату в общежитии было на нашем этаже около 30. И всех расстелили по квартирам в две семьи. То есть с подселением в одну квартиру двухкомнатную две семьи. Но мы, конечно, пошли написали заявление, чтобы попасть с мамой. Квартиры хорошие, новостройки. Правда, писали во все инстанции, чтобы включили подснос. А так хотели сделать капитальный ремонт. Еще раз премного благодарен. Не прощаюсь. А к чему это он описал-то? А? А к чему он это все описал-то? Ну, чтобы... Вот это-то я послал вчера-то, а у вас нету приписку-то, которая Галендухин-то. А-а. А что там? Ну, вас нету давно, на связь не выходите, чтобы все было решено. Я кому написал-то? Ну, давай сюда. Арт-группа Ларго-чета. Да. Вера вечная, вера славная. Вот так и смотрите. Там много идут, патриарх идут, много-много народа идут, шевелятся, шевелятся. Я на это ответил. Игнатий Лапкин. Когда шевелится много людей, то сильно напоминают в кадушке червей. Вот так. Вот ролик какой есть? Комментарии под этим роликом прочтите. Приехала с батюшкой Галина Загуляева. Общение любви во Христе Иисусе Господе нашим. 29.09.2016 года. Вот она как выглядит. А воню отзывов сколько? Много отзывов и все положительные. Вот как видно. Смотри. Дело еще и в том, что тебя потеряли зрители и спрашивают, где же ты есть? Вот это подцепило, когда я поклонно говорил, это рядом стояло и оно подцепилось вместе. Выделилось. Я молчу. А наш разговор с указанием числа даты сегодняшней все бы и прояснил. Ну, ты понимаешь, о чем говорил. Вот она. А дальше вот это вот. Что здесь? Тут спрашивал фото Волобоева. Тоже показываю, где. Ну, вот то, что на сегодняшний день. Но тут интересно еще один момент. Вот выхожу на наши ресурсы. Настройки. Сейчас покажу. Ставят. Я только замки снимаю. Я уже говорил об этом-то. Ну, сейчас еще гляну. Обновление дам. Может быть, что-то новое появилось. И вот. Ну, это, о котором говорил он, о канонах-то. Вот это сейчас сегодня скачал. На восьмой раз. Скачает, качает. Бац, пропало. До того, это, ну, смущает это. Называется как? Намеренное нарушение 413 канонов и из 719 действующих ныне. Так. Намеренное, то есть умышленное. Номер 7. Да. Вот это, это мы сидим тут. Это из моих сделали роликов. Ну, я вот это просматривать буду, но я не сомневаюсь, что тут плохое. Что там пишут? Добрый плотник, всем сердцем моим ищу тебя. Не дай мне уклониться от заповедей твоих. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить перед тобою. Благословен ты, Господи, научи меня усталом твоим. Устами моими возвещал я все суды уст твоих. Псалтырь, 118-й псалом с 11 по 13 стих. Роман Малыш. Какой-то. Поставили черта какого-то. Да, такого-то, это какой-то. Это не он. Сергию. Думаешь, что ты с ним разговариваешь? Это подделают под Романа и вообще они оборзели где-то. Ну что, сразу заблокировал и все. Сергию, а есть список всех 413 каналов, которые нарушаются? Хотелось бы на него взглянуть. Ну, что взглянуть-то? Взглянуть не надо, работать надо. Взглянуть. Я сколько работал, он взглянуть. Узнавай, как дело обстоит. Написано, до 30 лет нельзя рукополагать. Шестое, Вселенский Собор, 14 правило, 15. А сегодня подряд их малолет, их безустых. Ставят, а ничего не знают. Нарушено? Нарушено. Если не в три погружения, да извергнется тот, кто так мощный. Сегодня священники, это 99 из 100 будут извергнуты. Нарушено? Нарушено. Ну, я что-то говорю. Я говорю, бери сам, смотри, узнавай. Это... Тут никакого-то сильно-то не надо. Ну, ты видишь, написано, зеленый свет, а он, говорит, красный свет. Ну, теперь увидели. Увидели, значит, здесь вот, которые сегодня были, поэтому такие вот они отзывы-то и дают. И вот интересно еще, что тут показали, как кандидаты в депутаты и как они там выходят, и там специально такая вот перед ними трибуна, они говорят, и сообщак стоит. То ли они заранее договорились, или еще Жильновский. Раз ее осадил, другой раз, она стаканом при всех раз его облила. Это как вот у нас Гликерия, примерно такой ум-то. А потом показывают, там ее пьяную тащат, какая она есть где-то. Мы сказали бы, ее берут, то есть она кандидат, уборщицей быть. Или там соблазнять кого-то, как Мария Египетская была бы. А то президентом страны быть. Она сразу, Крым отдам, сразу войну, Донбасс, значит, вывезти все войска оттуда. Ну, она все такое-то. Ну, Путина, конечно, в тюрьму посадили, наверное. Ну, кого специально подостали? Самое порочное, кажется, никого не найдешь. Это все скалится, и... А там только начальник. А эта сучка-то зачем здесь? Там отзывов, тысячи с лишним отзывов. И тоже он стоит облитый в жиреноске. Ну, наверное, договорились, а там ничего больше не было. Чистая вода. Хоть помылся. А этот-то придурок, зачем? Там такие ругательства идут. Вот. А тут мне хотелось показать, как пока не считать, а вот бояться, что где-то что-то, какую-то печать поставят, заразят там это, ну, прямо... Нельзя это сделать-то. Апостол Павел говорит, если даже языческая жертва принесенная-то, не исследуй ешь без всякого. Молитва постом ощущается-то. И вот дальше Федор Тирон. Вот прочитай его биографию. Житие. Краткое житие великомученика Феодора Тирона. В городе Амасии, в Понтийской области, во время гонения императора Максимиана, с 2286 по 305 год. То есть осталось только 10 лет до Константина уже. На христиан воин Феодор Федор вместе с другими христианами был принуждаем отречься от Христа и принести жертву идолам. Значит, что он в этого гонителя христианского в армии служит, убивает людей, это ни во что ставится. Вот и что удивительное дело. Все, агрессоры. Это язычники. Там даже говорить не о чем-то. И они служат, там служат, получают деньги, идут наемники, контрактники. Когда же так было, забирали. А вот жертву принести, теперь он уперся сразу вот на жертве. А, жертва. Значит, умышленная жертва. Так вот это и надо взять внимание, на что они обращали внимание. Кто любит мир, кто нет любви вообще. А вот именно жертва. А сегодня, как, он добровольно приносит? Да, добровольно. А тут электроволюбор, полны какие-то, генераторы, ребенку поставят, щип там где-то в роддоме. Ну, такое бреднёе. И Роман там это все собирает в кучу. Да никак это не может быть. Ты добровольно, сам должен. Так и Петр-то еще не знает это, люди-то не знают. Даже если ты не знал, никакой роли не играет. Не исследуй, не спрашивай, а краплёна она жертва или нет. Значит, и то не надо не делать, и узнавать даже не надо. А если сел, никакого вреда нету. Поставили мне там шестерку, никакого значения нету. Щип поставили, ничего это не значит. Дальше. Отказавшись исполнять это, Феодор был подвергнут жестоким мучениям и заключен в темницу. Здесь во время молитвы он был утешен чудесным явлением Господа Иисуса Христа. То есть было это или не было, доказать никак нельзя. Что казнен, да. Но то, что ему видение было, на видение как ему же ссылаться-то, когда это не священное писание. Через некоторое время мученика вывели из темницы и разными пытками снова принуждали отречься от Христа. Наконец, видя непреклонность мученика, правитель приговорил его к сожжению. Святой Феодор сам бестрепетно взошел на костер и здесь с молитвой и словословием предал свою душу Богу. Было это около 305 года. Через 50 лет после кончины святого Феодора император Юлиан Отступник 361 по 363 год старствовал он. Желая осквернить христианский великий пост, приказал Константинопольскому епарху, гранначальнику, каждый день в течение первой недели поста тайно кропить кровью идольских жертв сестные припасы, продаваемые на рынках. А если бы он знал-то, что это никакой роли-то не играет, это человек не знал, и Павел это знал, и говорит, перекрестил, ничего не крестил. Ну это мы говорим, добавляем. Святой Феодор в ночном видении Опять видение. На это вообще ссылаться никак нельзя. Явился Константинопольскому архиепископу Евдоксию и велел ему объявить христианам, чтобы они не покупали на рынках оскверненные припасы и употребляли в пищу колева, кутью. Кутью. То есть вареную пшеницу с медом. Как Александр Мень говорит, такое впечатление, что Христос пришел, чтобы научить кутью варить нас. В память этого события Православная Церковь до сих пор ежегодно отмечает память великомученика Феодора Тирона в первую субботу Великого Поста. Накануне, в пятницу, после замовонной молитвы служится молебен Святому Феодору Тирону. Я просто показать. И благословляется кутья. Вот. Понимаешь как? И только одно хочу сказать. Откуда это берется? Ну, в первую очередь, это от незнания. Никакой роли не имеет, что она сквернена. Но если знал, тогда не участвуй, чтобы не соблазнить никого. А как бы знали-то? А вот видение явилось... Ну, если даже видение явилось, то и что? Почему ты этому веришь-то? Показывает, что Писание вообще не знали. Ну, а теперь на сегодняшние дни-то перенеси. Как это так? Кто-то там, ты никакой жертвы не приносил, ничего, паспорт давали, там, копили, подпечатки пальцев взяли, все, на тебе печать. Ну, безумие полное. Совершенно беснование овладело людьми. Не учат их Писанию, они его не знают. И вот на этом Роман споткнулся, сейчас он только это разные ролики выискивает, сегодня посмотрел. Вот день и ночь там сидит, ее батюшка говорит, не знаю даже, здесь он или нет. Но вчера позвонили, что у него срок кончился. Ему на месяц давали. А как я обращался здесь, ходили-то 5 и 5, 5 марта, вчера закончился со срок-то, он не знает. А дальше, дальше власть будет, она не будет же его смотреть-то, в наручниках, поэтапно, и месяца через два, а за одной в тюрьмы в другую так перевозить будут, а потом отправят. На машине, на своей его никто не повезет. Если уже дальше пойдет, сопротивляться будет. Вот это здорово. Ну, а это вот Кодяня тут оплеснула, она и вот он стоит, рот раздинул-то. Вот скандальная дебата и прочее. Ну, глупости. Водой в лицо, как метод дебатов. Вот тоже. Кто говорит, клоун кремлевский. Сколько лет, и раньше как-то женщина, он все-таки круто обращался за волосы, оттаскал, а тут, видно, договорились с ней. Ее как-то как и не называют, паскудными словами, она такая и есть, видать. Теперь нам нужно посмотреть, какие у нас ресурсы. Это мой мир, очень мне нравится. Я им просто пользуюсь всегда. Почта тут и все. Каждый день я с Ютуба переношу новые 10 роликов. Ну, и большой у нас форум православный, 1600 тем. Ну, мало, посещение слабое. Ну, и слабое как, для нас оно как раз, вот я сейчас открою, вчера сколько было, 316. Ну, это 316, а вот сегодня к этому времени уже на 6 больше. То больше, то меньше, тут не поймешь. Ну, кто-то где-то как-то говорит. И дальше есть православный наш видеоканал. Канал большой. 10 тысяч 50 роликов. Сколько подписчиков? 15 тысяч 37 подписчиков. Просмотров. 14 миллионов 805 361 просмотров. То есть, серьезное, мы к СМИ отнесенное. Ну, про это ничего не говорю. Дальше, вот, во свете Библии наш сайт. Очень большой сайт. Ну, вот тут вопросы 3000, 4124, они распределены по 55 папах разложены. Полчаса-то нет еще, я могу полвопрос взять? 32 минуты. Все, тогда на этом сегодня. Просто показать надо, кто засчитывал у нас, это Володя Пащенко считает. Ну, и один слушатель у нас, Надежда Васильевна. Постоянно. Полегче маленько. Давай.